От всех жителей округа хотел бы поблагодарить за спасение мальчика, которого тоже зовут, кстати, Данил. Поэтому Данил спас Данила. И вручить тебе эту почетную грамоту. Поздравляю тебя. О том, что произошло 9 июля на Голубых озерах, Данила рассказывает скромно. В момент, когда все случилось, думал об одном – успеть. Александр Марков, ну, друг, мне так зовут, пошел купаться и заплыл куда-то уже, ну, где-то по пояс, чуть выше пояс. А потом этот обо что-то, ну, споткнулся, ударился, и я сказал, ты что, типа, ну, мы играли в догонялке, типа, я сказал, ты что, он сказал, ну, я ударился, я такой, обо что, он показал, я, ну, просто достаю и все. И, ну, офигеваю. А там уже взрослые помогли, да? Да. Ну, только помогли, когда не я кричал, а когда я уже подошел к берегу, потому что я кричал, чтобы мне помогли, и никто не помогал. Этот случай для Данила стал определяющим в судьбе. Он планировал поступить на повара или автомеханика. Однако сейчас выбор однозначен. После такого случая хотелось бы там спасателем быть каким-то... Ну, это военная служба. То есть готов к военной службе спасателем. Выбор Данила поддерживает и его папа. Признается, что поступкам сына очень гордится. Спас ребенка. Переполняют бутсы. Когда я в ВКонтакте даже читал этот текст, что слезы радости текли за сына своего. Данил шутит. Быть героем непросто. Помимо интереса со стороны прессы, теперь парень пользуется повышенным вниманием среди друзей и девчонок. Друзья к тебе как-то стали по-другому относиться? Да нет, все так же. Ну, там бывают подкалывают, там герой, герой. И все. Девчонки? Да, девчонки это отдельные темы. Ну, давай расскажи, не ходят, не заискивают перед тобой? Заискивают. Произошедший случай в семье Данила считают судьбоносным. Слишком много мистических совпадений. Со своим тезкой, которому Данил подарил вторую жизнь, он собирается встретиться, как только позволит обстоятельства. Мария Даник, Леонид Шишелов, Телеканал Север.